Приветствую вас. Смотрите. Вы перфекционист. То, что вы описываете называется перфекционизмом. Если вы в курсе, вы можете почитать об этом. Если вы не в курсе, вы можете почитать об этом. Если вы в курсе, то, соответственно, не считайте. А перфекционизм, это когда человек пытается быть во всем идеальным, во всем лучшим. Да? Вот. И там вот недалеко находится нарциссизм. Это тоже такая очень противная штука. Вот. Ну, когда человек, там, ну, грубо говоря, хочет, когда человек хочет быть самым лучшим во всем, идеальным во всем, ну, и так далее, да? Вот. И мне думается, что вот это то, на что вам, ну, желательно, то, что вам, ну, то, на что вам желательно в первую очередь обратить свое внимание, да? Вот. Вот. Ну, потому что это, ну, это такая вот история, и тут, ну, без этого никуда, да? Вот. 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 А, поэтому. 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 А, с одной стороны. Значит. С одной стороны. Речь идет о том, что вы обесцениваете себя полностью. Ну, полностью или почти полностью, если вы себя обесцениваете. Вот, так вы абсолютно полностью дискредитируете вообще свои ценности, себя самого, то, что вам важно и прочее. Да? Вот. Это, значит, это первое. Второе. Значит, соответственно, если вы себя обесцениваете, да, то с этим как бы, ну, желательно что-то делать, да, с этим желательно как-то работать, скажем так. Вот. Дальше идем. Вы отрицаете свою человеческую сущность. Таким образом. Потому что быть идеальным, значит не быть человеком. Вот. Быть идеальным, значит не ошибаться, а не получать опыт, который человек мог бы получить. Да? И, соответственно, речь не идет о развитии. Ну, таким образом. Да? Ну, не развиваясь, соответственно, вы не получаете должной реализации своих возможностей, да, своих способностей, вот, и так далее. И, как бы, все это, все это действительно очень тяжело сказывается. Вот. Значит, вот, такая история, с одной стороны, непринятие себя, вот, с другой стороны, это вот проблематика, это проблематика признания своей человеческой по человеческой природе. Ну, я бы так сказал, на самом деле. Вот. И, соответственно, что с этим делать, да, то есть это зависит, да, ну, многое зависит от того, чего вы хотите сами. То есть, вот, если, если хотите, например, с этим разобраться, допустим, если вы хотите с этим разобраться, то можно с этим разобраться. Можно научить вас, к примеру, да, принимать себя, можно научить вас, принимать себя, вообще-то, вообще, вот, таким, как его есть. Вот, отойти немножечко, вот, каких-то оценок, вот, которые у вас, ну, сейчас, да. И именно, вот, заострить внимание, ну, вот, чисто и, чисто и только на себя, на том, что вы хотите, на том, что вам нужно и так далее. Вот. Другое дело, что, конечно, ну, придется как-то вот отказываться, да, от привычных моделей поведения, которые вы выбрали для себя, вот, но я думаю, я, честно говоря, честно говоря, думаю, что это решается, во-первых, вот, во-вторых, это вы сами увидите, увидите и почувствуете, что такое быть, там, свободным, например, да, и, ну, и прочее, 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 вот. Вот, мне кажется, что вам это будет, ну, вам придется, прочее, прочее, я так думаю, вот. Понятно, что уверенности такой вот, наверняка у меня нет, но я думаю, что все будет в порядке, вот. А единого какого-то способа нет, решения проблемы, там, у вас это появилось не вчера, да, и не, там, не знаю, не год назад, и даже, наверное, не два года назад вас вперёд, как вы говорите, там, с седьмого класса, вот. То есть, достаточно, давно это произошло, вот. Но тут, желательно, только вот, со всем этим поработать, вот, чтобы всё-таки, ну, разобраться. С основами для этого. Вот. Зачастую человеку легче обращать внимание на оценки, да, других, на мнение других людей, на слова других людей, на заключение других людей. Ну, тогда и, в общем, только тогда, когда человек, во-первых, обесценивает себя, а во-вторых, есть проблема, значит, что человек, ну, условно говоря, не договорил. Вот, просто не договорил. То есть, он не был близок со своими родителями, и у него не было возможности, ну, как-то, вот, адекватно воспринять окружающий мир, вот. А, адекватно воспринять то, что происходит в, ну, в мире, с людьми, да, и прочее, прочее, прочее. То есть, проблема, она, вот, может быть в том числе и такой ещё, ко всему, ну, ко всему прочему. Вот, хотя это, конечно, не точно, не точно. Вот. Так что, в целом, всё решаемо. Если у вас есть желание, выбирайте эксперта, начинайте работать, этот процесс не всегда приятный, но интересный, исследовательский. Вот. И потихонечку, потихонечку будете, ну, меняться, потихонечку будете менять свои представления о себе. Потихонечку будете учиться думать иначе, вот, потихонечку будете учиться мыслить по-другому. Ну, вот, потихонечку будете смотреть на то, что, ну, на то, что происходит под, ну, под другим углом, скажем так. Вот. Но всё это в любом, всё это в любом случае исключительно зависит только от вас. Вот. Поэтому я думаю, что вам стоит подумать, почитать в интернете, если вы не читали, что такое перспекционизм. Вот. Смотреть, что и почему вы себя обесцениваете, откуда вы это, ну, собственно, взяли, да, откуда вообще, ну, появилась идея обесценивать себя, на что она, на что она, эта идея опирается, да. Если она опирается на что и почему, вот, и дальше, дальше, соответственно, уже будут результаты и будет, 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 будет прогресс. Прогресс. Вот. Ээээ... Скажем, скажем- скажем так. Вот. Такая история, вот такой момент. Я надеюсь, что мой ответ вам помог. Не забывайте, не забывайте о том, что нерешаемых проблем нет и быть не может, именно нерешаемых проблем не бывает, вот, все проблемы решаемы, все решаемо исключительно. Главное, чтобы вы хотели с этим работать, главное, чтобы вы хотели заниматься, вот, я думаю, такая штука. Вот, я вам желаю всего самого доброго, надеюсь, что это будет вам полезно, если понравился мой ответ, вам, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего, лучшего, я вам желаю всего самого доброго, доброго вам, удачи, надеюсь, что ситуация разрешится в самом лучшем образом.